Сегодня мы решили съездить в самую южную точку Турции в город Анамур. Так, ну вот, друзья, вот такой вот отельчик. Почему-то никто не купается, я хочу вам сказать, даже странно. Может, мы увидим пятницкую форель, закидаем ее камнями, но мы не могли не показать вам эту красоту, от которой аж захватывает дух. Смотрите! Так, друзья, хотим кое-что проделать. Не знаю, насколько у нас это получится. Развернулись. Там вдоль этой речи мы увидели порог. Хотим сейчас съездить туда его посмотреть. Дорожка есть как бы. Насколько она, правда, нормальная, не знаю. Ой, давай я выйду. Я хочу выйти. Я тебя могу с дороги поснимать. Давай пешком пойдем туда. Да нет, он далеко идти. Ну, выходи, если хочешь. Ну, выходи, пожалуйста. Адам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, смотрите, там пороги какие Сейчас поближе подъедем, будет красивее Вот ради таких красот и стоит путешествовать И здесь, смотрите, тупик Добавил субтитры Не знаю, друзья, насколько все это передает Но очень красиво Так, ну выезжать я, наверное, буду с Денисом Как же я его брошу Конечно же, мне не трусы Я не трусы Сейчас посмотрим, а то, может быть, стану трусом и выйду все-таки Мы так решили, что здесь, наверное, раньше была старая дорога Потом ее засыпало и сделали вот получше дорожку Потому что она прямо упиралась в горы Нет, ну я себе Ой, ой, ой Так, машина Так, а нам надо развернуться Теперь развернуться надо Местечко найти Они что-то тут разъездились А что это они? Они с нами все здороваются Все здороваются Да, почему-то Что здесь попробуем тут поворот Тут поворот, да, чуть-чуть Так они тут одни повороты Ну да, придется ехать километров 30 Вот здесь можно Ты только назад смотри Естественно Так Ловкость Рука никакого волшебства Мы почти развернулись Только солнышко выглядывает Сразу так жарко становится Ого, ландыши были Или подснежники это Смотрите, тут все отпиливают И кидают сверху Так, тихо Тихо, тихо Как бы нам по крыше не прилетело Ой-ой-ой, как здесь долго Большой участок опиливают Че он кричит Нам не надо ехать Ой, побыстрее бы проехать Кошмар Мы без приключений не можем Так, это все, смотрите Все опиливают Опс Неувязочка Или мы проедем Ще посмотрим Ой, нет, наверное не проедем Ой, наверное не проедем Ой, проехали Да, что-то они здесь зелись Может обратно другой дорогой Какой-нибудь поедем Если найдем, конечно Сомневаюсь я На нас так все смотрят удивленно Да, скажешь, что они здесь делают Все, мы за дяденькой едем Да, ситуация была такая себе Хочу вам сказать Самое главное, что куда мы едем Мы не знаем сами Да, так, путешествуем Ой, речушка такая маленькая-маленькая стала Сейчас я вам покажу Да мы сейчас по мосту будем проезжать Вот, смотрите Так, ну я тогда пока не выключаю Сейчас я будем проезжать по мосту И вам заодно покажу Ту речушечку Так В общем, мне кажется Если нам здесь кто-нибудь по голове стукнет Нас никто не найдет никогда в жизни А, кстати, подожди Смотрите Дяденька нас пропускал Надо посмотреть, куда нам ехать Вот нам, оказывается, не на мост надо было А за дяденькой Едем пока за ним Здесь уже речушка побольше стала Сейчас есть Нет, не видно отсюда Вон Чуть-чуть вам видно должно быть Но дорожка здесь похожа Хочу я вам сказать Оказывается, да И в Турции бывают плохие дороги Мы нашли Если долго искать, то можно найти Но, если честно, у меня такое ощущение Что мы здесь когда-то уже ездили Да, она на Димчай похожа Но На Димчай мы решили, что дорога получше Здесь чуть-чуть похоже Ну и Денис говорит О, смотрите, какая дамба Наверное, нельзя снимать Я и не буду Ну и Денис говорит, что обратно придется Этой же дорогой под палками ехать Упс Вот, смотрите, здесь встречаются машинки Опять с нами здороваются все И нам еще ехать, кстати, до какой-то точки 15 километров Смотрите, какая красота с этой стороны Не скажешь, лучше не сама то есть Вот так же, мне кажется У меня уже потихонечку начинается истерика Я уже Денису предлагаю развернуться Но он пока не хочет Сказал, поедем дальше Наверное, все еще раз в инстаграм будем выкладывать Прежде чем куда-то ехать Если заблудимся, чтобы нас хотя бы Примерно знали, где искать Забыла вам рассказать, что в отеле требуют хэс-код У меня и у Дениса Ну, у нас был Не знаю, почему Отдали Неизвестно, что они вообще у нас там Много? Много Показали На выбор На выбор, ну да, может кому-нибудь Вот, смотрите, камушки валяются Ну, это один валяется А сейчас много валялось Не успела вам показать Дорожка уже и ужас становится Ну, это какой-то вообще ужас И там вот внизу, смотрите По идее, мы уже высоко А, вот, вниз-вниз По идее, мы уже высоко находимся Но снега пока нету Смотрите, даже на самых высоких горах Пока снега нету Ну, мы здесь уже не Насколько Ну да Здесь уже, по-моему, через несколько горах Да-да, есть Я когда на пробежку ходила Я видела там уже Снежком припорошены горы В Анталии В Алании Ну, не доходяло они Так, нам сейчас опять предстоит Нелегкий путь Для разворота И каждый раз Здесь мы тут не развернемся Попробуем хотя бы Да Смотри на камеру Мы просто еще в одно местечко хотели Заехать, посмотреть, что там на карте Что-то интересное Ну, в принципе, к нему и едем Если мы его не проедем То все, нам разворачиваться назад Все, все, мы сейчас упадем уже В обрыв Все, хорошо, что у меня Денис Суперас В обрыв мы не упали Ну, вот у нас опять полоса препятствий Там видят, что мы едем Так, вот опять Здесь надо как-то нам протиснуться С обратной стороны Как-то тяжелее, мне кажется, это делать Ой-ой-ой Так Давай, наверное, подождем Крикнем, что мы едем Или сигналим Тут-то никого нет Ну, чуть подальше будут люди С палками Ну, они тут куда-то кричат Так, так, так Видят они нас, нет? Вон они стоят Ого, бревно-то кинули посреди дороги Еще кидают Ого Там падает Пофакни Так Вот видите, какие бренышки здесь небольшие Мальчик, хоп-хоп Так Отодвину Отодвину Лютфен Лютфен Тихо Тихо-тихо-тихо Быстрее По газам, Денис По газам Так Так Фух Вроде прошли полосу препятствий Здесь проскочили Нет, ну такая же стрёмная На крышу бревну такой прилетел И главное Кто здесь будет виноват Мы, наверное, да? Не знаю Ну, наверное Мы в любом случае будем виноваты Ну, лучше, чтобы не прилетало бревно на крышу Мы же ебанжи Это я не ругаюсь Это здесь оговорят Мигранты так называют Ебанжи Ладно, мы продолжаем свой путь Смотрите, друзья Мы приедем и спросим Сколько стоит клубника Смотрите, какая дворная Вообще Она взяли просто так дали Подарили Вообще Ты шокер и дарим Так приятно Вот неужели такие люди есть Причем мы хотели купить лоток Спрашивали, сколько стоит Он сказал 60 лир Лоточит, да, стоит Там вот 6 таких этих корзиночек Вот Мы спрашиваем, а сколько одна стоит Потому что карты нельзя было платить Вот Он говорит, да ладно, зачем? Давайте так, это подарок Вот так вот Друзья, приехали мы в крепость Знали В общем, крепость, конечно, не работает Ну, из-за пандемии Там вот черепаха, смотрите Вот этот ров Облюбовали себе черепашки И они здесь собираются Ну, сейчас мы это все подробно расскажем Сейчас сторонку отойдем Крепость эта была построена В 11 веке Киликийским правительством Основная ее задача была Это Чтобы оборонялись от пиратов С одной стороны Эта крепость защищена морем С другой стороны Вот этим рвом В который в настоящий момент Облюбовали черепахи и мелкие рыбки И превосходно себя чувствуют Вот На территории сохранилось 39 башен Хамам Мечеть Небольшой маяк Но он не очень хорошо сохранился Но все-таки он есть Узнаваем И особенность этого замка Что до сих пор здесь Действующая мечеть На территории находится То есть люди могут прийти И посетить ее С каждым завоевателем Крепость достраивалась Перестраивалась Сделалась под себя И со временем Эта крепость Мамуре Она потеряла свое оборонительное значение Стала больше использоваться Как караван-сарай Или портовые склады Во время Первой мировой войны Она использовалась Турецкими солдатами Для оборонительных целей Вообще На самом деле Эта крепость Очень хорошо сохранилась До наших дней Смотрите Стены Все считают В идеальном состоянии Общая площадь ее Примерно Где-то 23 500 квадратных метров То есть Довольно-таки Большая Сейчас Нам сам охранник Сказал Вы можете Вот так вот Вдоль нее погулять И заодно Посмотрим Мы вам покажем Ну а что Очень удобно С одной стороны Защищено море С другой стороны Ров у нее Водный И Я считаю Идеально Конечно Ров-то такой Условный Мне кажется Я его специально Прокопал Чтобы там Черепахи жили Пойдем Перепрыгнуть Можно Ров-то Ну Может Раньше Маленькие люди Жили Совсем Ой Какая красота На танк Посмотрите Тоже Да Так Сейчас Главное Вон воде Здесь не переломать Ого Пойдем Редактор субтитров Редактор субтитров Девочки Что там Подсмотреть можно Я нашла Маленькую лазейку Жалко Что мы не такие Худенькие Смотри Можно череп Запустить С камерой Опа Сейчас Там Вон еще Лазейки есть Так Другого Ага Что там Ну что Такого Интересного Нет По сути Ладно Дальше Пойдем Ну там Рыбу Кто-то Ловит Да Красиво О Если бы Мы были бы Эти На необитаемом Острове Я здесь Нашел Можно было бы Сделать Как там У Робинзона Была Эта Пятница Да А мы бы Как назвали Не знаю Что мы придумали Ладно Оставим Мало ли Может кому пригодится Друзья О Уже другие виды И смотрите И смотрите Весной Тюльпан Черст Цвет Будет Очень красиво Так А там еще Машина стоит Да Там рабочие Так Пойдемте дальше Пойдемте дальше Если даже и не работает Это крепость Ром Приезжайте Здесь очень красиво Только удобная обувь Должна обязательно Камушки О Диван Так А нам Сюда Наверное Тюльпан Так Так Это Так 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 Уже Это Тюльпан Все Погулять вокруг крепости тоже классно. Смотрите, усиливают металлические. Почему раньше могли строить? Сколько ей уже веков? Стоит как новый. Продолжение следует. Вон там можно было бы пролезть. А они заделали дырочку. Нам просто говорили, что если вас не пускают, вы можете обойти и там сзади пролезть. А они, видите, все это дело прочукали. И все заделали. Никак ты уже туда не попадешь. Ну а здесь вот смотрите, друзья. Сейчас вот здесь вот еще такая вот... Вот такая... И такая... Смотрите, получается эта стена не очень хорошо сохранится. А видишь, дырочки заделали. А-а-а. Пролезть нельзя. Знаете, какой здесь пляжик такой? Прокупаться, наверное, сразу здесь не получится, да? Ну, наверное. Я думаю, здесь там неебади много. Запот какой-то. А вот... Сейчас я вот здесь посмотрю, какая структура. Что там было? Вот раньше там... Ну, многие писали, что если даже закрыто, можно вот через эти дырочки залезть. Ну, я рассказывал тут что-то. А ты рассказывал? Да, я же не слышал. И они заделали. Ну, чтоб такие умники не лазить. Причем, смотрите, получается, был туннель. Ну, проход между двумя скенами. Да-да-да, вот. Вот так и было. Был проход между двумя скенами. Узенький такой. Пойдем-ка дальше. Мне вот даже интересно, мужчина поймал какую-то дырочку здесь или нет? Я думаю, нет. Думаешь, нет? А они всегда так просто стоят. Я тоже не хожу. Это я знаю. Классно. Пойдем. А я не паую, что высоту! А я не паую! А я не паую! А я не пааю! Вообще, мне кажется, в Турции каждый уголочек можно фотографировать. Здесь везде можно, в любом городе, дойти до кухни сосудов. Я уже оттуда не помню. Ракушки, смотри, какие красивые. Давай домой возьмем. У меня к пещере сфоткаешь? Ящерица, сколько бегает. 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 Смотрите, друзья. А это вот пляж. Рядом прям с этой крепостью есть кемпинг. И у них отдельный пляж. Какая территория красивая. Мы так сейчас проезжали, мельком видели. Мы все крутые, мы в отдельном месте. Ну да, так вот там вот кемпинг. Ну что, вот в принципе на этом, наверное, у нас поход к крепости ограничился. Ну а что, пандемия всем внесла свои коррективы не очень хорошие. Поэтому сейчас пещеры, крепости. Один шопинг остается, да. И то, если скоро не закроет. Но будем надеяться на лучшее. Сейчас, наверное, уже поедем в отель. Лучше перекусим и по набережной погуляем. Я еще хочу, ну, наверное, будет вам интересно рядом с Тимантелем инфраструктуру показать. Какие магазинчики, кафешки. Ну там, в принципе, только такое. Там как бы для туристов. Ну да, да. Это чисто для туристов, но потому что набережная, поэтому все сделано для туристов. Ну и надо ужин заказывать. В общем, не прощаемся, еще увидимся. Путешествуйте с нами.